Первое, второе и компот. Питание правильное, все не жирное и не соленое. Таковы стандарты обедов для ребят в 17-й Одинцовской школе. Меню единое для всех средних образовательных учреждений Подмосковья. Главные кулинарные критики – сами дети. Сейчас обед понравился? Ну да, голубцы очень вкусные. На обеде все вкусно. Поставщик, один для всего Одинцовского округа, привозит в школу свежие продукты ежедневно к 6 утра. После этого повара в пищеблоке занимаются приготовлением типовых завтраков и обедов для детей. Завтраки бесплатны для всех младшеклассников, обеды для льготников. Есть у нас категория для начальной школы – это обеды. Дети, которые из многодетных семей, льготная категория. Их у нас 219 во всей школе. И с 5 по 11 класс тоже у нас льготная категория детей. Они тоже питаются. Их чуть-чуть больше, чем 400 человек. Остальные ребята также могут питаться в школьной столовой. Стоимость комплексного завтрака – чуть больше 71 рубля. Обеда – около 97. Проверить качество школьного питания смогли и Одинцовские депутаты-единороссы. Мы попробовали, как и все дети, то, что им дают. Все достаточно вкусно. Теплое, не холодное, как иногда говорят, но и не горячее, что тоже немаловажно. Депутаты также проверили чистоту столовой. Отметили, что вся посуда целая, без сколов и стерильна, так как обязательно проходит термическую обработку. На стойке заказа представлено меню – как основное, комплексное, так и дополнительное. Порадовало ассортимент дополнительного питания, потому что не все питаются по основному меню, и у нас есть право выбора. И, конечно, выбор, который есть в школе, на сегодня он очень хороший. Есть и супы, есть и второе, есть салаты, много овощей, что очень важно. Разнообразие в еде ценят и школьники, в том числе подростки, которым, как известно, угодить очень сложно. – Обедаешь часто, что ли? – Ну, не очень. – Нравится обед? – Да, все хорошо. – А завтрак где? – Ну, да, тоже все нормально. Все очень вкусно. – Очень вкусно? – Да. – А вы вкусите? – Ну, не часто, но да, когда есть какие-то занятия дополнительные. Так что родители могут быть спокойны. Если ребенок не успевает домой к обеду, он не останется голодным. При этом еда будет вкусной и полезной. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова